Вернемся к туру. Маршрут начинается с юга России, а не запада. Почему? Это имеет идеологическое значение или нет? Просто тур по России, это же не то, что я захотел и поехал. Мы ориентируемся на те предложения, которые поступают. В корпоративе я пока не работаю. Я знаю много желающих, которые хотели бы выписать. Предложения действительно поступают. Я работаю в билетные кассовые концерты, которые организовывают прокатчики. Прокатчики по регионам делают разные предложения, насколько они оценивают мою артистическую деятельность, сколько они могут на ней заработать. Поэтому, когда предложения срастаются с моими пожеланиями, где выполняется технический райдер, и мы едем в те залы, в которых мы видим свой концерт, то все срастается. Такое предложение поступило непосредственно от прокатчиков по пяти городам. Мы его приняли, это пять дней и пять концертов. Я надеюсь, все пройдет успешно. И дальше мы добавим даты с другими прокатчиками по всей России. А у вас райдер такой достаточно стандартный? Ничего экзотического нет? Да, он технически может быть не самый простой, потому что все-таки весь живой звук мы используем. У нас там восемь или девять музыкантов, включая меня. А вы уверены, что потребитель ценит вот живой звук? Не уверен, но я его ценю очень. И мне было бы неинтересно ехать в какой-то город, неважно в какой стране, и выступать не с живым звуком, потому что я делаю это исключительно ради какого-то драйва, удовольствия и живой музыки. Поэтому и не ради заработка. Хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.